Эту школьную аллею памяти сегодня украшают белой сиренью. Самые первые деревья – тополя. В 1975-м здесь садила Раиса Михайловна Сонина. В 18 лет она ушла воевать добровольцем. За четыре года войны терпела многое. Но страдания раненых бойцов в памяти остались навсегда. У кого глаза нет, у кого ног нет, у кого чего нет – это страшное дело. Ну поэтому мне это все врезалось в сердце, как же это молодые, вот так все это переживают. Вместе с будущим мужем Раиса Михайловна прошла всю войну. А на этой фотографии самый главный день в жизни ветерана. 9 мая она встретила в Берлине и расписалась на здании Рейхстага. Когда война закончилась, нам сказали, война закончилась, мы не верим, война закончилась. Мы уже около Берлина, все. Расписались в Рейхстаге, расписались в Берлинском бюро ЗАГСа. И значит вот так мы закончили войну. После войны Раиса Михайловна работала с детьми, писала книги. Но главным детищем стал Народный музей Героев Советского Союза и России. Материалы о солдатах в ротовиках собирает почти полвека. Если бы не наши прадеды, прабабушки, то не было бы нас. Мы бы сейчас не стояли здесь и не говорили об этом. Я очень горжусь своим прадедом и прабабушкой. Они у меня воевали. Я очень горжусь тем, что я родился в стране, одержавшей победы в Великой Отечественной войне. И в этот день, 9 мая, хотелось бы поздравить всех с Великой Победой. Поздравления с Великой Победой сегодня принимают все ветераны войны. Раиса Михайловна тоже встречает праздник с цветами и важным письмом. Каждый год Днём Победы её лично поздравляет президент России.